На ютубе я еще не рассказывал о депутате от КПРФ Валерии Рашкине, поэтому краткая информация о нем. Его, пожалуй, еще нельзя назвать, как я говорю, популярным политиком-блогером. Например, у того же Алексея Навального только на одном канале, Навальный Лайф, более полутора миллионов подписчиков, а у Навального далеко не один канал. Второе место, по моим подсчетам, у депутата от КПРФ Николая Бондаренко, областного депутата, он из Саратов. У него на его канале дневник депутата, уже под миллион подписчиков. Третье место у лидера движения «За нову социализм» Николая Платушкина. У него на его канале уже за 460 тысяч подписчиков. У Валерия Рашкина же на канале сейчас только немного более 25 тысяч подписчиков. Тем не менее, он, безусловно, уже очень известный политик, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Государственной Думы, но и также, безусловно, очень активный человек. И, кроме того, количество подписчиков у него растет. Я также уже говорил, что интернет, безусловно, откроет в политику дорогу очень и очень многим людям. И, скорее всего, эти депутаты, вернее, блогеры политики всего лишь первые. И по всему им предстоит выдержать очень серьезную конкуренцию, и конкуренцию настоящую, а не такую, какую Путин устроил сам себе на телевидении. И очень, может быть, и более того, даже, скорее всего, этих политиков-блогеров скоро затмят новые политики-блогеры. Хотя, как знать, может быть, им и удастся выдержать конкуренцию. Но здесь, здесь действительно что-то сложно предсказывать. Впрочем, что бы там ни было, из блогеров-политиков они пока первые. А значит, их мнение, конечно, для нас имеет значение. 12 мая на пленарном заседании Госдума Валерий Рашкин резко выступил против нового закона об электронном голосовании. Более того, против этого закона сейчас резко выступает вся Коммунистическая партия Российской Федерации. Именно об этом я и хотел бы сегодня поговорить. Суть. Этот закон, по мнению коммунистов, очень удобен для фальсификации. Здесь есть цифры, поэтому, чтобы не ошибиться, я лучше зачитаю. На выборах в Мосгордуму, где было электронное голосование, явка была 92%. В 30-м округе Русецкая, кандидата «Евиной России», выиграла 84 голоса только потому, что виртуально получила больше голосов, чем оба ее главных конкурента вместе взятых. При этом, там, где голосование было обычным, она проиграла. И возможности реального независимого контроля здесь, на сегодняшний день, по мнению Валерия Рашкина, нет. Кроме того, «Единая Россия» сделала все, чтобы контроля и не было. Даже по выявленным нарушениям ничего не удается доказать. И по очень простой причине. По указанию великого Путина суды просто не принимают такие риски. Есть, по словам Валерия Рашкина, и куда более страшные вещи. Например, Егорова, члена одной из избирательных комиссий с решающим голосом, когда он пытался заставить пересчитать бюллетени, просто избили. И избили очень серьезно. И избили сотрудники милиции. И он сейчас инвалид. Он тоже пытался подавать в суд, но суды опять попросту отказали ему праве защитить себя. Но и он закончил выступление тем, что он и вся фракция КПРФ категорически против этого голосования. Это, понятно, краткое изложение, как я уже сказал. Давайте теперь посмотрим выступление целиком. Уважаемые коллеги, как говорится в народе, благими намерениями выслана дорожка в ад. Сколько разговоров ведется о представлении возможности всех желающим проголосовать, не счесть. И все как бы правы. Тут вам и цифровые участки без бюллетеней, которые можно открыть и посчитать. Нет их, нечего считать. Без протоколов избирательных комиссий нечего обжаловать в судах. Одно из главных пунктов ратифицированных договор Российской Федерации по системе выборной. Очень удобно фальсифицировать. Я громко говорю об этом, чтобы услышали. И мобильный избиратель. 2018 год. Выборы президента. Давайте посмотрим. Возможность неоднократного голосования доказана. 6 миллионов голосов неучтенных. 6 миллионов. На УИК-2304 в Москве выявлено 57 человек проголосовавших без сведения о месте регистрации. Это преступление самое настоящее. И дистанционное голосование с явкой более 92% в 30 округе в Московскую городскую думу Русецкая выиграла на 84 голоса только потому, что виртуально получила больше голосов, чем оба ее главных оппонента вместе взятых. Хотя проиграла там, где были урны и бюллетени. Нет причины, мы не назовете, по которой власть не заставит зависимых граждан голосовать под надзором или просто не припишет голоса тех, кто традиционно не ходит на выборы. А об этом все знают. Поймать это невозможно. Ну нет такого в человеческом обществе, чтобы поймать. Нет реальных бюллетеней. Нет урн. Нет подписей. Нет возможности наблюдения. Ничего нет. Ничего нет. Но у нас все прогрессивно. В сентябре система жутко зависла. Шифрование приходилось перегружать. Технические специалисты бесцеремонно вмешивались в работу системы. Электронных бюллетеней было выдано на 550 больше. Кто разобрался? Тишина. Ни депутатские запросы, ни иски в суд. Иск в суд не принимает суды. А мы законодатели это на 2003 чтении. Поэтому у нас Егорова, члена комиссии с правом решающего голоса, когда он хотел заставить, пересчитать, избили с участием избирательных комиссий. Полицейский. Он сегодня инвалид. И даже в судах ему отказали защищать себя. Ему сегодня инвалидность присуждает. И мы тащим вот это цифровое законодательство. Мы голосуем категорически против. Спасибо. Валерий Фёдорович. Ставится на голосование третий вопрос нашей повестки о проекте федерального закона о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Третье чтение. Пожалуйста, включите режим голосования. Покажите, пожалуйста, результат. Федеральный закон принят. Что хочу сказать в конце от себя. Я думаю, что Путину и Единой России уже ничего не поможет. Не поможет и электронная голосование. Народ знает, что рейтинги, что Единой России, что Путина рухнули безнадежно. Если Единая Россия опять выиграет выбор, народ просто в это не поверит. Поэтому, думаю, Путин и компания играют со ним. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных доставках. Продолжение следует...